Надеюсь, что сюжет корреспондентов утреннего эспрессо вдохновил вас и настроил на позитивный лад. Ведь психологи утверждают, что хорошее настроение – залог успеха. С этим согласны и наши гости. Утро нового дня вместе с нами сегодня встречают начальника дела Республиканского унитарного предприятия Белорусской лотереи в Побресской области Николай Зинютич и победительница лотереи «Ваша лото» Нина Качура, которая прямо в студии нашей программы станет обладательницей сертификата на 250 миллионов рублей. Нина Сергеевна, Николай Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Я предлагаю немного оттянуть этот волнительный момент вручения сертификата и поговорить, как бы это не банально звучало в нашем случае, об удаче. Вот, Нина Сергеевна, вы верите в удачу? Сейчас я уже верю. Раньше, конечно, нет. А сейчас я верю. А как часто вы играете в лотереи? Были ли у вас до этого какие-то крупные выигрыши? Я играла в месяц два раза. Но крупных выигрышей как таковых не было. И на протяжении скольких лет вы уже играете? Ну, года два, наверное. А в данном случае вы вообще рассчитывали на выигрыш какой-то? Просто, наверное, как обычно, купили билетик, да, посидеть у телевизора, зачеркнуть какие-то цифры, и тут вдруг внезапно такая новость, такое событие, да? Конечно, не рассчитывала и не мечтала даже, не думала, что такое вот везение мне будет. Николай Михайлович, а вообще, вот как много жителей Брещины пытаются испытать свою удачу, проверить себя на везение? Как часто они приобретают билеты? Вот, допустим, если взять прошлый год, в прошлом году общая сумма выигрышей по Брестской области какой была? Точно я вам количество выигрышей не скажу, хотя сам я по своей работе каждую передачу смотрю и сопереживаю в том плане, чтобы победителями игры «Ваша лото» «Пятерочка», которая идет в трансляции прямой по субботам раньше шла, сейчас выходит по воскресеньям в 11.20 на белорусской телевидении, канал номер 2, всегда сопереживаю в плане того, чтобы были победители именно из Бреста или Брестской области. Вот и последнюю игру я наблюдал, когда первый воскресный эфир был, и очень порадовался, что жители нашего Бреста выиграли во втором туре «Золотой слиток», а в третьем туре житель из Столина взял главный приз в размере полмиллиарда рублей. А вообще, как часто вот подобные крупные выигрыши бывают у жителей Брестской области? Ну, скажем так, систематически бывает. За прошлый год, в частности, я, например, лично вручал два автомобиля. Один автомобиль мы вручали возле ЦУМа летом жительнице Кобрина, причем она вместе со своей семьей выиграла этот автомобиль уже второй за период в течение семи месяцев. Вот и посчитайте. Семь месяцев и вторая удача. Главный приз – второй автомобиль. Ничего себе! Вот еще, пожалуйста, Николай Михайлович, расскажите нам о лотерее «Брестская крепость и герои». Она уже существует четыре года в Брестской области, да? Совершенно верно. А кто ее учредитель? Учредителем лотереи является Брестский областной исполнительный комитет. Также еще существует мгновенная лотерея «Беловежская пуща». Под различными сериями «Беловежская пуща» мгновенная лотерея выходит. В прошлом году она выходила под серией «Спортивный триумф», поскольку год был отмечен в 2014-й и знаменательными победами наших спортсменов, и чемпионат мира по хоккею в Минске проходил. В этом году это готовится уже серия «Удачный край». Я думаю, что Брещено вправе называться именно «Удачным краем». Вот формируется, например, фонд денежный, да, общий фонд. И этот общий фонд делится так, что 50% не менее это призовой фонд формируется. Остальное это в виде тех денег, которые направляются на цели, определенные указом президента Республики Беларусь и постановлением Совета Министров. То есть на развитие детского и юношеского спорта, на восстановление поддержания в порядке памятников культуры и воинской славы, допустим, и на охрану природоокружающей среды. Предлагаю все-таки вручить прямо сейчас сертификат Нине Сергеевне. Да, я смотрю, вот она переживает, волнуется. В торжественной обстановке, собственно говоря, мы для этого здесь и собрались. Николай Михайлович, пожалуйста. Вы знаете, с огромным удовольствием это сделаю. Вручаю, уважаемая и дорогая Нина Сергеевна, вам сертификат на сумму 250 миллионов рублей в ваше лото. Играйте, выигрывайте и будьте счастливы. Спасибо. И что я хочу пожелать? Покупайте лотереи в ваше лото, спорт лото, все лотереи. Играйте, выигрывайте и будете счастливы. Нина Сергеевна, вот а кто купил счастливый билетик, скажите, пожалуйста? Моя дочка младшая. Ваша дочка, да. Может быть, вы можете дать еще какое-то напутствие нашим телезрителям, которые считают, что лотереи это всего лишь надувательство? Нет, это неправда. Я простой человек, а все-таки я выиграла. Значит, это не надувательство, а это правда. Так что покупайте, еще раз повторяю, лотереи. Любые. Ваше лото, спорт лото. И выиграете так же, как и я выиграла. В продолжение сказанного Нины Сергеевны, что играйте и выигрывайте, и простой человек выиграл, я хочу подтвердить еще это тем, что, собственно говоря, у нас все виды лотерей в республике проходят свою экспертизу на предмет подлинности выигрыша, чтобы там не было каких-либо махинаций или подделок в оперативно-аналитическом центре при президенте республики Беларусь. Как правило, это занимает около месяца. И лишь только после этого наступает торжественный момент получения приза. Еще от себя лично хочу вам, как ведущей программы, вручить, потому что считается, что из рук начальников отдела, те, кто, собственно говоря, работает или с деньгами, или с лотереями, как правило, удача непременно приходит к тем, кому они вручают эти билеты. Вот я вам хочу на последующие тиражи в марте месяце вручить по двоечке ваше лото с пожеланием стать обладательницей главных призов. Тут имеются и бриллианты, и автомобили, поэтому я думаю, что и деньги. Вам не помешает ни первое, ни второе, ни третье. Спасибо. Также еще существует вот лотерея «Золотой ключ». Тираж будет состояться в мае этого года. Здесь я вам пожелаю золотые ключи от квартиры. Спасибо. Не помешает. Пятерочка – наша игра, которая происходит по воскресным эфирам. Вам здесь также деньги пожелаю. А это наша Брестская крепость, учредителем которой является Брестский областной исполнительный комитет «Пятый тираж». К 70-летию выпущена Великая победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая будет 9 мая состояться. Тираж будет разыгрываться 13 мая. Она комбинированная является. Вот здесь написано, где поле «стереть», здесь это мгновенный может быть выигрыш. А дальше, если здесь вы не выиграли по каким-то причинам, то тогда ждите тиража 13 мая, и удача непременно вам улыбнется. Тем более, что по структуре призов, которые утверждал Брестский областной исполнительный комитет, общее количество этих билетов выпущено 90 тысяч. А по структуре призов сделано таким образом, что, в принципе, каждый третий билет подкреплен суммой денежного выигрыша. Желаю вам победить. Николай Михайлович, спасибо большое. Мы надеемся, что удача улыбнется и нам. Нина Сергеевна, вам также огромное спасибо. Я хотела пожелать всем телезрителям, покупайте лотерейные, не жалейте денег на эти лотерейные билеты. И будете играть, и выигрывать, и вам всегда будет вести в жизни. Спасибо за то, что встречали утро нового дня вместе с нами, и удачи вам в дальнейшем. И вам спасибо, и удачи вам. Большой удачи. Спасибо, большое. Спасибо. А мы надеемся, что нашим гостям удалось пробудить вас веру в удачу и оптимизм. А с нами в студии утреннего эспрессо были начальник отдела республиканского унитарного предприятия Белорусской лотереи по Брестской области Николай Зинютич и победительница лотереи Ваши Лото Нина Качура. А впереди нас ждет прогноз погоды. Партнер показа прогноза хорошей погоды – страховая компания «Белгострах». Современное страхование – это наиболее эффективное средство финансовой защиты в критической ситуации. Доверьте свое спокойствие проверенной компании. Аминь. Аминь.